Всем привет друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SIE под номером 35704. Американские солдаты в противогазах. После применения Германии 22 апреля 1915 года отравляющих газов английские и французские войска начали активно ввести разработку средств защиты в случае чрезвычайных ситуаций, когда противник применяет отравляющий газ. Первые защитные средства были очень примитивные и состояли из простых прокладок, тряпочек, пропитанных нейтрализующих раствором и требовали слишком большого времени, чтобы их одеть и применить. Далее уже, это у нас получается в пятнадцатых годах, далее уже в шестнадцатом появились более такие похожие что-то уже на противогазы и примерно с семнадцатого и восемнадцатого года уже получается войска разных стран начали применяться уже противогазы такого вида, которые уже более-менее скажем так похожи на противогазы. Ну теперь непосредственно к обзору нашей модели. Первое начнем, что у нас у нас были пакет с хитниками и инструкция. Давайте уберем коробку. Здесь у нас даны два листа. Это первое у нас для литника с вооружением и и теперь у нас получается для непосредственно нашего набора с солдатами. Первый у нас литник здесь у нас получается. К нашему набору добавлен набор с вооружением. Давайте покажу вам сейчас наш набор. Получается здесь у нас указаны цвета в палитре левого тенния. Давайте я вам приближусь, покажу, чтобы вы знали какие необходимые номера, чтобы собрать и окрасить данный набор. Инструкция у нас выполнена в виде листа формата А4. На одной стороне у нас были, как я уже показал, наши литники, на другой стороне у нас уже вид готовых моделей. Здесь у нас указываются номера деталей, которые необходимы, чтобы собрать модель. И буквенное обозначение показывается краски. Номера красок, буквенное обозначение красок, которые необходимо использовать для окраски модели. И также у нас про вооружение. То есть здесь у нас показывается, как собрать то или иное вид вооруженного. Литник с вооружением и необходимые цвета для окраски. Ну и теперь мы посещаем обзор наших литников. Вообще миниатюра в компании 7 очень хорошая. Все наборы, которые я встречал, все выполнены на высоком уровне. Поэтому если выглядеть на миниатюру, советую обратить внимание на данные наборы компании 7. Давайте непосредственно посмотрим наш литник с солдатами. Сразу хочу обратить внимание, что у нас дан литник, на нем присутствует туловище, ноги отдельно, руки отдельно и у нас есть голова. Голова дана без противогаза. Литник с противогазом у нас дан литник отдельно, то есть голова в противогазе она дана отдельным исполнением. Поэтому вы можете собрать, купив данный набор, можете собрать как с противогазами, так и без. Туловище, само обмундирование, оно выплыло на отличном уровне, все пролито, все четко, все видно. Стыков пресс-форм на данной модели я не вижу. Так, так же. Ну, запястья прилиты хорошо, то есть каждый палец видно. Далее. Следующий литник, это у нас литник с головой с противогазами. И так же здесь даны у нас сумки противогазные. Так. Ну, тут так же все хорошо сделано, пролито все хорошо и четко. Все видно, допустим, пистолет, у него пролито курок, то есть, у нас есть литник с вооружением. И тут шлемы даны, и всякие сумки, подсумки. Так же хочу обратить внимание, что на данном литнике присутствует огромное количество мелких деталей, которые пролиты идеально. То есть, нету каких-либо дефектов, то есть, все четко, все видно. Ну, допустим, пистолет, у него пролито курок, то есть, его видно. Здесь все шикарно. Ну да, все отлично. На этом хотел бы завершить наш обзор. Если, друзья, вы любите первый мировой нож, любите миниатюру, то данный набор обязательно должен быть у вас в коллекции. Потому что, ну, такое, во-первых, никто у нас не делает. И исполнение отличное. То есть, все выполнено на высочайшем уровне. Всем спасибо, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok